Приветствую вас, я думаю, что коллеги мои, в общем-то, правильно вам ответили, вот, как бы, каждый со своей стороны, каждый со своей колокольной, вот. А я думаю, что я постараюсь ответить вам так, чтобы и не повторять ответы коллег, вот, значит, с одной стороны, да, ну, с другой стороны, чтобы дать вам, значит, ну, что-то новое, да, что-то интересное, что-то, я надеюсь, полезное, вот, для вас, для вас, что-то полезное для вас. Вот, итак, вы пишете, что муж видит вас, значит, дочь, вот, а в принципе, в принципе, связано это может быть с тем, исключительно, что вы себя ведете, ну, каким-то определенным образом, вот, то есть, вот, вы себя как-то ведете так, как вы себя как-то ведете так, значит, ну, то человек видит вас именно, значит, именно ребенка, вот. Ну, соответственно, нужно определить, значит, почему человек вас так видит, почему человек вас так воспринимает, почему ему кажется, да, почему ему кажется, что вы, ну, ребенок. То есть, это мне представляется достаточно важным моментом для вас, именно для вас, достаточно важным моментом, чтобы для себя это определить и чтобы действительно подкорректировать свою модель уже поведения, да. Вот, с другой стороны, мужчина же как-то выдрал вас, да, и, в общем-то, какое-то время вы вместе, значит, жили. Вот, и у него такое вот ощущение, да, такое чувство появилось не сразу, а спустя лишь только какое-то время. Поэтому, на мой взгляд, тут нужно рассмотреть, что именно вызвало такую его реакцию. Вот, и то, что это его проблема, на самом деле, что он у вас видит ребенка. То есть, тут он либо хочет ребенка, либо у него какие-то, ну, более глубокие проблемы. Вот. То есть, обратиться к психологу, на мой взгляд, нужно и ему, в том числе. То есть, тут тоже, вот, значит, чтобы для себя определить природу и источник, значит, ну, своих чувств, своих эмоций, да, вот, своих переживаний. Ну, мне кажется, мне кажется, что это один из таких вариантов, да, вариантов, значит, которые вы можете сделать. Вот. В данном случае. Так. Следующий аспект. Следующий аспект. Выключается в том, что вы боитесь, ну, сейчас цитируем, да, цитируем. Вы боитесь, что он перестанет ко мне относиться как женщина и станет искать связи на стороне. Вот. Вы боитесь чего? Вы боитесь измены, вы боитесь, что вас бросят, вы боитесь остаться одна, чего конкретно вы боитесь? То есть, это тоже очень важный момент, это тоже очень важный аспект для того, чтобы вам продвигать, продвигать максимально четкую, максимально понятную, максимально ясную позицию по данному вопросу. Вот. То есть, что вы станете о себе думать? Как мужчина может представить вас как женщину, если вы, собственно, ну, если вы женщина, да? Вот. То есть, если вы, условно говоря, уже женщина, да? То есть, если вы являетесь женщиной, как мужчина может относиться к вам, значит, ну, как-то, ну, ну, по-другому, да? Вот. То есть, на мой взгляд, ну, этот момент, его необходимо вам для себя прояснить, потому что он, что-то, ну, по-другому, что-то, чего-то хочет. Вот. Вот. Для себя. Вот. Ну, на мой взгляд. По крайней мере. Да? Вот. Ну, вот, в принципе, то, что вам можно ответить, то, что вам можно сказать. Хотя, конечно, я отдаю себя отсюда в том, что этого, ну, мало, вероятно. Ну, это мало, вероятно, на первый раз, потому что недостаточно информации совершенно. Вот. Но, тем не менее. Тем не менее. То есть, это ваши собственные страхи, которые имеются. Да? Их нужно рассмотреть. Вот. И рассмотреть ваше поведение. Вот. Вот так. Вот так. То есть, от мужа, конечно же, стоит раздалиться. Вот. Стоит вспомнить, что именно привлекло его к вам когда-то. Да? Поэтому вы же вступили как-то в брак. Значит, вас что-то привлекло. Вот. Значит, это нужно вспомнить обязательно и постараться вас создать. Вот. Это первое. Второе. Больше внимания уделять себе. Своим желаниям. Каким-то. Вот. Своим потребностям. Каким-то. Ну, это всё, я полагаю, выяснится в процесс, вот, в процессе взаимодействия между, ну, между вами. Между нами. Если вы выберете работу, например, со мной. Вот. В принципе, так можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что это помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.